всем добрый день уважаемые трейдеры уважаемые инвесторы все зрители youtube канала компания маркетс на связи михаевич сегодня у нас пятница 13 сегодня просто завершение бешеного понедельника понедельника который о понедельник бешеной недели началась черного понедельника и заканчивается пятница 13 что будет на эту неделю и что было это просто невероятные движения на фондовых рынках это просто бешеное падение это начало начало конца начала вот именно кризиса нас ожидается в экономике в мировой экономике в ближайшее время что делать что делать таких случаях как обезопасить себя как заработать на этом всем как раз сегодня с вами мы поговорим и его я расскажу и инструменты нужно использовать для того чтобы не потерять деньги и если вы уже оппозиция то как себя застраховать от возможного дальнейшего падения поэтому присаживайтесь поудобнее и готовьтесь к порции максимально полезной информации сегодня мы с вами даже поторгуем даже по заходе в некоторые сделки покажу что сейчас происходит на счету и я думаю что вам будет максимально интересно тем более что ровно две недели назад до моей поездки сша я как раз говорил что мировой финансовый кризис уже начинается уже надо готовиться к тому что рынок еще больше просядет еще больше упадет я надеюсь вы послушали совета и застраховали себя поэтому сейчас кто не застраховала расскажу что делать кто застраховал я вас поздравляю потому что сейчас у вас есть все возможности хорошие компании поторговать хорошей валютой потому что волатильность которая была на данный момент рынке бывает раз в 18 лет задумайтесь один раз в 18 лет бывает такая волатильность которая есть на данный момент поэтому приготовьтесь к лучшему и поехали первое все начинать вообще что сейчас происходит в мире и к чему готовится то есть понятное дело мы сейчас можем разобрать графики посмотреть на то как колбасится про чертить уровне сказать что что покупаю что продаем в самом деле это когда мы это сделаем это потом это не интересно давайте сейчас разберемся что же в мире происходит в мире происходит следующее эпидемия коронавируса которая спошла с китая и добралась до европы добралась до штатов и сейчас она просто распространяется по всему миру если это на самом-то деле действительно такая проблема с этим вирусом действительно ли от него так много людей мрут и и действительно ли это быстро распространяется это уже другой вопрос слава богу ли не пока нет зарегистрированных случаев коронавируса в нем киеве по конец и нас учебного мира в украине был один черновцах и сейчас еще будет вроде как два сегодня то есть это все что есть на данный момент надеюсь что она не будет дальше распространяться все таки карантин ввели и что будет все хорошо в россии если мне не изменяет память тоже несколько случаев пока он не распространяется это же вроде как все хорошо вот это это меня радует что пока в наших странах все спокойно все тихо и нет больше нет пока еще большой паники хотя вот как показывает статистика последних покупок в супермаркетах продукты начали покупать чаще в два раза лекарства где-то тоже полтора два раза начали больше покупать в аптеках цена при том что количество осталось неизменным то есть цены вырос прекрасно понимаете все супермаркеты понимают что а сейчас пойдут покупать продукты давайте-ка мы вам цены поднимем несколько раз есть вот такая картина или люди наоборот начали покупать подороже то думаю последний раз блин живым давайте осведим все а то что если посмотреть интересные паблики мы увидим что везде пока писали про том что это эпидемия готовилась еще с самого начала 2020 года потому что если посмотреть интересные паблики мы увидим что везде пока писали про том что 1820 год была чума 1920 год была чума 2020 год почему нет чумы вот вот вам коронавирус вот пришла чума все как положено это чума накрыла на самом-то деле весь мир знаете чем самая самая такая проблема большая проблема не в том что если где микро на ну что его то самом-то деле поборют да жалко людей умерла но в общем мировом масштабе это не так уж и много если уже так относиться больше цинично картине важно другое важно карантин который объявляют все страны это раз роник карантин на заводах закрывают школы закрывают университета некоторые странах и города закрывают метро следующее что самая важная проблема закрывается и соединение между странами авиаперевозки страдают транспортные перевозки страдают это все сказывается на нефть потому что если не летают самолеты если есть поезда если не ездят автомобили соответственно спрос на нефть нефтепродукты в таком случае и появляется большое предложение нефти а как мы знаем буквально неделю назад договориться о сокращении добычи в результате нефти много цена на эту нефть падает раз цена на эту нефть падает это первую очередь попадают нефтегазовые компании на данный момент большинство американские нефтегазовые компании уже посыпались на 40 50 процентов только задумайтесь 40-50 сейчас я даже покажу посмотрите на меня много давайте смотрите лучше на график вот здесь стать индексы 500 за сегодня падение минус 8 30 процентов это невероятно большое падение смотрим exxon mobil одна из самых крупнейших американских даже мировых компаний по нефтяных компаний так что мы видим начало года на данный момент минус 46 процентов дальше шеврона берем начало года на данный момент минус 38 процентов и там большинство других то есть происходит просто переток денег из нефтяных компаний в другие в частности сейчас технологических компаний не падают сейчас я расскажу почему то есть это первым и смотрите дальше раз нет раз закрыты границы в случае попадают авиаперевозки авиаперевозки это закрываются аэропорта закрываются и дефолтятся и банкротятся компании авиаперевозчики частности частные компании которые не имеют поддержки субсидирование государства они уже становятся дефолтами сейчас это эритали турецкая одна компания тоже частная стала банкротом и начала процедура неосвязь на прокурство и в ближайшее время мы еще много еще видим следующий момент раз люди не есть не ездили границы закрыты в случае все сидят дома попадают туристические компании никто не едет отдыхать в результате или там едет на очень мало кстати это сокращение спроса отель отельный бизнес в минусе курорты в минусе следующий момент что у нас еще идет большой большой такой минус это все сырье в основном сейчас сырьевая уходит минус потому что на данный момент идет перераспределение капитала то есть рынке на данный момент вот если еще мы возьмем даже сто лет тому назад кстати это не так уж и давно было это если вот так задуматься 1920 год 1920 год это относительно не так давно был вот и в те года еще основным источником капитала была земля и сырье эти новая промышленная революция автоматизация бизнесов и в итоге сырье она играла важную роль и только небольшую часть даже много слов пропорция занимала технологий сейчас же все поменялось сейчас все переходит в новую цифровую эру эру технологий и в результате у нас сырье и земля вот занимают маленькую часть может процентов 20 от общего капитала 80 процентов занимают нематериальные активы то есть это технологии это данные и обработка данных в результате почему технологические компании потому что основной основной упор сейчас на них сейчас все уходят в удален все работают в удаленке и компании как майкрософт можно владелец того скайпа и многих облачных многих google со своими глазрумами google хэнгаусами и тому подобное зум слэк это компании которые сейчас будут набирать очень очень хорошие обороты потому что ими просто буду пользоваться и этими сервисами большинство были закупать новых компаний вернее буду закупать и сервисы и в результате мы видим бум именно на рынке цифровых компаний это первое что вырастет очень очень круто следующий это финтех это и комикс это удаленные покупки это платежные системы это возможности те же те же криптовалюты на самом деле потому что в ближайшее время согласно определенным данным центробанки выведут свою криптовалюту и в итоге будут я уже пропагандировать и проводить именно и внедрять вернее больше не наличные деньги которые на данный момент являются вирус без наличный перевод без на без наличная валюта центральной платежной системы основанные на крипто графе это же те тоже крипто гривна это рубль ближайшее время мы это помним это можем видеть целая индустрия пойдет и следующий момент это все надо защищать это хибербезопасность соответственно эти индустрии эти отрасли ближайшее время будут расти очень быстрыми темпами все они находятся в китае и соответственно две страны две страны которые сейчас выбирайте очень даже неплохие обороты итоге это то что на ближайшее время у нас будет расти но это ближайшее время это не месяц-два а это минимум три пять десять лет через пять лет вообще мир поменяется вспомните что было в 2008 году какой был интернет и кто вообще интернета пользоваться вообще проводил вебинар а вот так как вы сейчас вот никто а сейчас но это обыденность это нормально но самое будет финансами в ближайшее время никто не будет даже думать про наличку все думать там привести деньги есть много уже в мире проектов где это работает справа где-то там будет где-то запущено поэтому за то деле тут нет ничего нового это только будет оттачиваться и дорабатываться не грязь а в наших странах вот соответственно следующее это как бы тренд основной кто куда мы ближайшее время двигаемся что мы дальше что я хочу даже рассказать и объяснить что же сейчас делать по валюте по основной новостям которые и в целом по странам то что сейчас ожидается это глобальная политика стимулировать сейчас идут 2 2 направления первое направление давайте смотрите сейчас важно сейчас идут два голова два баланса сил с одной стороны работает правительство которое делает то что в основном это штаты британия европы то есть по всему миру делают налоговые и и кредитные каникулы соответственно например штатах на три месяца малый средний бизнес определенные компании будут освобождать от выплаты кредитов процентов по кредитам и в результате получают определенные льготы от того что сейчас не надо будет ничего это раз следующий но понятное дело это ударит по банкам союз вон но это конечно хорошо у краткосрочной перспективе так как своего рода пряник с другой стороны рано или поздно это все равно придется отдать и а денег нет соответственно друг заходе с другой стороны центробанки который начинает вливать деньги в рынок и уже будет буквально сейчас я это видео записывают ночью четверг вы его будете смотреть пятницу 13 но но буквально сегодня 12 числа фрс глил в рынок по краткосрочным облигациям по сделкам рэпу почти пол триллиона долларов 500 миллиардов пол триллиона долларов только задумайтесь привыка стране в 21 триллион это существенная сумма и рынок люди как отреагируют рынки 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 вы понимаете никак не отреагировал то есть вот моменте когда произошло эти 15 минут рынок рос причем что рост неплохой был опять процент даже почти 6 после этого начинается общение это вообще не дало никакого стимула это наоборот показала про то что боятся и на данный момент может быть всякой вот это следующий момент который тоже немаловажно вот но что самое главное что да есть какой-то определенный баланс и и центробанки и правительство занимаются тем чтобы поддержать экономику но и что самая большая проблема что весит экономирусу на рекламе именно по экономической системе не просто одной штат потому что что произошло в 2008 году это был финансовый кризис штатов ипотечных финансовых визит а сейчас это мировой который начался в китае ушел в европу британию и штат сначала ближайшие там японию индию немножко потрусил вот но потом ушел по всему миру и фактически весь мир остановилась экономика всего мира остановилась сейчас надо запускать не так как было раньше только экономику штатов надо запускать именно поэтому сейчас наиболее правильным способом будет ближайшее время посидеть кешь если вы не сделка видим ешь если вы сделка в случае хеджируетесь акционы если мы сейчас говорим про я говорю частоте про фондовый раз при заходите частично в облигации и если в акции в случае хеджируйте их акционами хотя бы на фондовый индекс это будет более правильное движение и но он принесет хороший доход это первый важный момент следующий важный момент если мы торгуем валюты шикарное время для заработок почему потому что такой волатильности который была на и момент на валюте не было как я уже говорил ближайшие 18 лет поэтому сейчас только успевайте заходить работаем широком флете тренды очень большие то есть движение по евро за неделю 6 процентов это бешеное движение заходите с спокойно с десятым предетом причем 60 процентов зарабатывать поэтому давайте сейчас будем разбираться что же делать с валютой по валюте на самом-то деле 20 следующих из новостей которые сейчас выходят на самом-то деле они не сильно будут влиять потому что это новости за предыдущий месяц за то что сейчас это уже совсем другой поэтому сейчас актуально это 1 сша у нас больше покупку все остальные страны рассматриваются в продажу японии здесь то есть это даже не буду сейчас никак сильно заходить на самом-то экономику хотя я его ее только что только что рассказал поэтому на ближайшее время вот наша валютная матрица будет иметь следующий далее понимать евро фунт австралии новой зеландии продажа канада франк рубль покупка японская иена пока еще на флете вот частности рубль думаю я не ожидал что будет такое движение я тоже еще вылез туда рост будет где-то 65 67 но блин 75 это просто бешеное движение я надеюсь что вы его заработали на этом сильном движении вот поэтому давайте приступим больше к техническому анализу и пройдемся по всем валютам что у меня на данный момент смотрите даже несмотря на то что я покупал еще раньше сзади езды паула евро франк покупал ауде с до доливался и смотря на это все там продавал фунта за да смотря на это все общая просадка 366 долларов на депозите петель это нечем то есть движение сейчас вы насчет возобновляться и все будет замечательно вот это что мне больше всего нравится при грамотном использовании риск так как но мы с вами торгуем фактически только тот момент когда я рассказываю поэтому здесь и честно говоря но на своем счету я успел на этом что я не успел зайти вот это движение сожалению так не успели все забрать но движение было хорошие кто его забрал молодец что сейчас делать по евро пока ничего не делали ждем потому что сигналов каковых нет по британии пока тоже какого сигналов нет поэтому пока ждем доллар франк обвал движение наверх и тут момент обычно как происходит франк японская иена когда происходит падение на фондовых рынках они укрепляются сейчас происходит падение на фондовых рынках не франк не японская иена не укрепляется именно доллар франк доллар японский иен почему потому что все заходят в доллар все покупают доллар всем возвращают обратно себе ликвидность а потому что денег просто нет раз не денег их надо это взять соответственно надо же содержать там семью жену любовницу в итоге что делать продаю уже криптовалюту и капитализация криптовалюта на данный момент какая давайте как-то называется маркет кап если мне память не изменяет а койма забыл как называется на данный момент капитализация общей рыночной капитализации 170 миллиардов то есть это вообще пшик и чем сегодня вот на рынок загнал этот миллиардов как никак ни о чем не бывал а это вся капитализация криптовалют при том что 110 из 170 110 занимает bitcoin то есть все остальное это просто просто нечем соответственно сейчас просто все уходят в ликвидность и уходят в кеш и даже золото продают на золото все сидят в долларе вот долген та же самая картина пока особо ничего интересного нет ждем смотрите кстати после такие сильные движения вот как произошло по доллар йене там за один день с гепом и но бомбан бомбануло мест утром проснулись здесь можно уже заходить в сделку и даже не даже не дождаться какого-то сигнала не просто заходите в сделку ждете собственно что я сделал доллар нзд иена пока тоже сигналов каковых нет пока ждем и задаю езды я его покупал здесь каждый при вас я это сделал после сейчас текущего обвала на самом-то деле мы обвалились немного немало но уже больше чем на нет шаг я думаю что его можно удалить и у нас первый лот номер пять основные доливки вот так доллар канада ну собственно все сырьевые страны это доллар канада нзд канада ой надо новая зеландия австралия авто и звезды очень куда посыпался я думаю что его можно сейчас тоже до закупиться на съезде после такого обвала в каком-то сдачном очень крутая посыпался я думаю что его можно сейчас тоже до закупиться Не факт, что будет откат в текущем состоянии, но есть большая вероятность, что он будет. Ауткат. Можно рискнуть на самом-то деле. Канада пока не рассматривается в покупку. Австралия все-таки более сильная, чем Канада. Можно рискнуть. Честно говоря, я бы по ауткату, хотя здесь и нет сигнала, но я бы рискнул, я бы его здесь купил. Поэтому давайте зайдем объемом не полным, 0.03 только лота. Но сделка может быть максимально интересной. Если что еще удалится. Так, аутфранк. Пока. Сигнал есть, в принципе. Поэтому тут что можем делать. Можно выставить отложенный ордер на уровне 0.6032. То есть красный на этом уровне. Если его зацепить замечательно, не зацепит, ну их ясно. Так, 0.05. Полный лот. Байсток. 0.6032. 0.3032. Тейк профит, где у нас здесь будет, он где-то в этом диапазоне. То есть откуда началось всеобщий движение. Всеобщий падение началось с уровня где-то 0.6533. Поэтому можем, в принципе, сразу его поставить. Стопами не ставим, потому что мы заходим. Мы доливаемся 0.6533. Можно его поставить и ждем. Сработай, сработай. Нет, нет. Дональяна пока не заходим. Аутин ЗД тоже падение произошло, но пока сигнала как таково нет. Картфранк тоже сильное движение произошло. Но сейчас будет долгий флэт. Если вдруг нижний уровень пробьет, можно его будет выкупать. Канадо Яна. Пока тоже все во флэте. То же самое. Нижний уровень пробьет, можно его будет назад выкупать. Пока я бы в него не заходил. То же самое франк-иена. Евро-аус тут, конечно, движение шикарное. Но пока сигналов нет. Но думаю, что в ближайшее время будет паркан дальше вниз и постепенно будем двигаться вниз. Потому что после такого сильного движения обычный рынок здесь флэйтить и потом начинает движение далее вниз. Еврокат, та же самая картина. Сейчас во флэте, пока его не трогаем. Евро-франк. Здесь сегодня буквально был сигнал. Но мы, в принципе, уже купили раз. Купили второй раз. Я бы здесь не заходил. Все-таки движение сильного вниз не было. Поэтому две сделки на покупку есть. Ждем, когда рунок далее пойдет. То есть пока покупка, если вы не заходили, в принципе, можно его пробовать покупать. Евро-фронт. Пока движение пошло наверх. Сигналов как таковых нет. По евро-функтуру у нас тем более флэйт. Поэтому пока ждем нормального сигнала. Евро-иена. Тоже пока ждем нормального сигнала. Евро-нзд. Вот этот широкий флэйт. Там будет падение. Но когда оно будет, это еще может быть длинный флэйт. Поэтому пока я бы не заходил в сделку. Далее по аналит. Все уже нафига. Фунт аут. Сейчас вам, кстати, в конце покажу, как торговать в Виксен. Это очень крутой инструмент. Если у вас есть нормальный сумма денег, то можно сейчас после сильного движения очень неплохо заработать. Так, ладно. Фунт аут пока тоже ждем. Ничего интересного. Фунт к тоже пока ждем. Все во флэйте. Фунт франк. Та же самая картина. Фунт йена. Вот тут, кстати, поинтереснее картина нарисовалась. Есть тот же сигнал. В принципе, можно зайти в сделку. Тем более сильное движение вниз уже произошло. Можем попробовать купить и ждать. Тейкотейк у нас будет где-то на уровне 136.80. Так, дальше фунт НЗД. Пока у нас продажа уже одна есть. Больше ему продавать не буду, поэтому ждем. То есть у нас как раз есть фунт йена в покупку, фунт НЗД в продажу. Если что, друг друга будут перекрывать. НЗД пока флэйт. Мы пациенту ничего не делаем. Доллар-рубль тоже уже пока ничего не делаем. Ждем. Серебро. Все металлы пошли вниз. И пока не рекомендую их трогать. Биткоин. Та же самая картина. Кто-то продал пару биткоинов, чтобы купить. Новый уже, говорю, своей любовницей. Но пока его лучше не трогать. Биткоин пока не покупает. Вот, пожалуйста, платина, которая раз-два, которую так все покупали. Где она еще? Внизу, потому что никому сорьё не надо. Индес-Наздак упал. Индес-СП500 упал. Пока тоже его не рекомендую трогать. Дождемся. Пусть все раз трогается и будет поинтереснее. А вот интересный у нас ВИКС. Индес-СП500. В чем его особенность? Он всегда возвращается обратно вниз. И в результате, смотрите, в эту сторону, вот такого сильного всплеска не было еще со времен даже 2008 года. То есть вот такое резкое движение наверх на ВИКС, именно на этом индексе-СП500 было только в 2008 году. Поэтому сейчас можно его пробовать, продавать. Единственный нюанс, надо посчитать, какой здесь объем флота. Для этого мы заходим в спецификацию и читаем. ФИК-ВАЛЬУ 40 долларов, один контракт сайз 4000. 4000 чего это? Получается, один контракт, это 4000, ну, собственно, этих ВИКСов. То есть получается, умножаем на 57, это получается, сколько у нас 4000 умножить на 57? Получаем 228 тысяч долларов, это один контракт. Соответственно, 001 контракт делим на 1000. Теоретически должно быть 228. Вот, извиняюсь, на 100, 2280. Можем попробовать его продать. Это будет такая больше спекулятивная сделка на фоне того, что рынок начнет постепенно возвращаться. И если что, будем еще доливаться, только он будет расти. Потому что, если все это выгорит, то наш тейк будет вот на уровне 17. Это очень хороший заработок будет повезти. Так, зашли, сколько у нас сейчас? Да, минус 9 долларов сразу. Посмотрим, если у нас все это выгорит, то падение сразу на 4100 пунктов. Это просто будет шикарный. Шикарный заработок на вот этот индекс. Вот. У вас вы будете смотреть завтра, может, у вас будет другая цена. И даже гораздо интереснее, чем у меня на данный момент. Но уже интересно для продажи. Если еще вырастет, то будем еще доливаться. И все это движение постепенно будем забирать. Так, все. На данный момент у меня все. Объяснил общую картину. Даже поторговали, по-заходили в сделки. Ждем, когда у нас все выгорит и вырастет в нужную нам сторону. Самое главное, что вы понимаете, если у вас есть любые вопросы, они у вас есть, я уверен, давайте их комментарии пишите. Я читаю, отвечаю и, собственно, помогу советам, что сейчас делать во время тезиса. Потому что сейчас пошел большой паник сел конкретный. И вся эта эмоция, которая вызвана вокруг коронавируса, они просто срывают крышу. Поэтому, что держите всегда мозги свои холодные. Задавайте вопросы в комментариях. Делитесь видео с друзьями, пусть другие тоже знают, видят. И если что нужно, я подскажу, как выйти в текущей ситуации, которая у вас есть. Если вы спекулируете, в такой случае сейчас замечательное время, чтобы очень хорошо заработать. Поэтому заходите по максимуму сделок в нужном направлении. Понятное дело, осознанно, самое главное, делайте все осознанно и зарабатывайте деньги. С вами был Михаил Ричард. Успехов вам побольше на прибыльных сделок. Увидимся с вами ровно 4 недели на этом канале, на этом же месте. Всего вам хорошего. Не болейте, выздоравливайте, если заболели и зарабатывайте деньги.